Вастатозавр. Вастатозавр Рекс, Вирекс или Слайдозавр. Это вымышленный плотоядный динозавр, ставший популярным и полюбившийся многим хищник после выхода фильма Кинг-Конг режиссера Питера Джексона в 2005 году. Был ли он сильнее тираннозавра Рекса, смог бы ли он победить Индоминуса Рекса. И сейчас вы узнаете все об этом существе. Я собрал для вас самую детальную информацию о нем и о его происхождении. Так что усаживайтесь поудобнее и не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, если вы увлекаетесь динозаврами и прочими загадочными существами. Поехали! Несмотря на вымышленность, у него есть полноценная палеоистория. Представим, что он все-таки существовал и к какому семейству или виду динозавров он относится. Многие скажут, что к тираннозавру, ведь его называют Вастатозавр Рекс, да и как мы узнаем далее, его сородичи дожили до конца эр динозавров, как и сам Тирекс, вымерли в конце мелового периода 66 миллионов лет назад. Но вы будете не правы, он относится к семейству Абелизаврид, является прямым потомком Экрексинатозавра. Теперь давайте вместе с вами найдем его место в нынешней вымышленной палеоистории и узнаем, каким же был Слайдозавр. Его родич Экрексинатозавр из семейства Абелизаврид, Абелизавриды входят в инфоотряд Цератозавры, а Цератозавры это тераподовые динозавры. Теперь все понемногу становится на свои места. Пройдемся же по порядку. Кто такие тераподы? Тераподы или хищные динозавры переводятся буквально «звероногие». Все тераподы перемещаются на двух ногах. Большинство хищники реже всеядные и растительноядные, такие как терезинозавры или орнитомимиды. На передних лапах обычно 3 пальца, на стопе 4 пальца. Самым крупным среди тераподов был самый крупный хищный динозавр, спинозавр, около 15 метров. Примерно 230 миллионов лет назад, то есть с самого начала эры динозавров, когда все континенты были объединены в суперконтинент Пангеи, древние ящеры-динозавры стали заселять планету. Однако тераподы не являются самым массовым видом и составляли примерно 37% от всех известных родов динозавров. Идем дальше. Кто такие цератозавры? Вспоминаем цепочку. Слайдозавр, родственник экрексинатозавра, а он был абелизаврид. Абелизавриды входят в цератозавры, а цератозавры это тераподовые динозавры. Кто такие тераподовые динозавры, мы уже разобрались. Вспоминаем, кто такие были цератозавры. Цератозавры это инфоотряд тераподовых динозавров. Цератозавры одна из древнейших групп тераподов. Самые ранние представители данной группы относятся к Оксфордскому веку Верхнеюрского периода, 161-155 миллионов лет назад. Например, лимузавр. И, конечно же, всем известный цератозавр. Длина самого крупного цератозавра оценивается примерно 8,8 метра. Масса по разным оценкам сильно варьируется от 275 до 980 килограмм у разных экземпляров. Так, ну а цератозавры входили в абелизавриды. Кто же такие абелизавриды? Это семейство тераподовых динозавров из клади цератозавров. Абелизавриды процветали во время мелового периода на территории древнего южного суперконтинента Гондвана. В настоящее время их окаменелости найдены на территории нынешней Африки, Южной Америки, а также Индии и на острове Мадагаскар. К характерным особенностям абелизаврид можно отнести коренастость задних конечностей и различные образования на костях черепа с углублениями, отверстиями и наростами. Уже начинаете узнавать вас татозавра? У многих абелизаврид, как например у карнотавра, передние конечности являются остаточными, череп маленький, также имеются костные гребни расположенные выше глаз, ну знаменитые рожки карнотавра. Размер большинства известных на сегодняшний день абелизаврид варьировался от 5 до 9 метров, от морды до кончика хвоста, так же как и у цератозавра, примерно 9 метров. Улавливаете закономерность? Мы подбираемся все ближе и ближе. Теперь давайте же узнаем, кто такой был ближайший родственник хвоста тазавра Экрексина тазавр. Экрексина тазавр это крупный плотоядный динозавр из семейства абелизаврид, живший в нижнем меловом периоде на территории Аргентины. Название происходит от древнегреческих слов «рожденный взрывом ящер». Назвали так потому, что терапод был обнаружен во время взрывных работ при прокладке трубопровода. Является одним из крупнейших абелизавридов. Экрексина тазавры существовали в конце мелового периода, примерно 97-99 миллионов лет назад. Были распространены на территории современной Аргентины. Длина тела Экрексина тазавра достигала от 6,6 до 8 с копейками метров. Несмотря на то, что по оценкам 2011 года он рассматривался как крупнейший абелизаврид до 11 метров длины. На текущий момент крупнейшим абелизавридом все же считается пикнанемозавр, достигавший 8,6-9,2 метра в длину. Все мы крутимся вокруг 9 метров. Какой портрет вас тазавра вырисовался у вас в голове? Это хищный терапод, циратозаврид, похож на моюнгозавра с корявой головой, коренастыми ногами и маленькими руками. Просто уродец какой-то получается. А теперь, когда мы знаем откуда растут ноги у вас тазавра, давайте приступим непосредственно к нему и проверим нашу догадку. Вас тазавр телосложением напоминает что-то среднее между тиранозавридами и абелизавридами. Вас тазавр намного больше своего вышеуказанного предка. Он достигал длину 16 метров, высоту примерно метров 5 и весил более 4 тонн. Наши догадки рушатся. Итак, он был длиннее спинозавра и тиранозавра, но при этом ниже и легче их. Наверное, сказалось родословное, низкий рост из-за коренастых ног, как и карнотавры, и малый вес при большей длине, как у циратозавра. Низкий вес вас тазавра можно списать на более легкие и полые кости. То есть кости вас тазавра были ближе к птичьим костям, но легкий вес в то же время уменьшает прочность костей. При этом задние конечности были неплохо приспособлены для быстрого бега на короткие дистанции, а массивные ступни помогают устоять на неровной поверхности. Передние лапы короткие, имеют 3 пальца, как и положено тераподу абелизавриду. На носу имеется небольшой бугорок, напоминающий рог, как у циратозавра. Глаза вас тазавра, в отличие от тиранозавра, были расположены по бокам, то есть он не имел бинокулярного зрения и не мог хорошо оценивать расстояние до своей добычи. Охотник из него явно получается никудышней, что и показано, собственно говоря, в фильме 2005 года. Из-за изоляции и отсутствия конкуренции со стороны других динозавров, все его недочеты не мешали слайдозавру быть главным хищником острова черепа и одним из главных соперников конга. Если взять реальную ситуацию, то он очень похож на майюнгозавра, который был главным хищником на Мадагаскаре, который откололся от Африки и майюнгозавр там был самым большим и главным хищником. А из-за того, что их популяция была маленькая и имели место близкие родственные скрещивания, что вы знаете, плохо сказывается на генофонде динозавров, если скрещиваются близкие по родству особи, то есть братья и сестры, что приводит к таким вот всяким уродским проявлениям, как у майюнгозавра. То есть у него были там разные наросты какие-то на голове и череп его вообще в верхней части похож на какую-то пористую губку. Ну, примерно то же произошло и с восстатозавром. Восстатозавр охотится главным образом на Лигокритов и Ферикутов, то есть на более мелких существ, что в принципе и логично, потому что он был туповат, у него было плохое зрение и у него были легкие кости, что делали его более хрупким, то есть абсолютно не конкурент Тираннозавру. Хоть и по размерам он с ним сопоставим, но весил практически в два раза меньше и силы в нем было тоже намного меньше. Он с большим трудом мог бы завалить самое крупное животное острова черепа Бронтозавра Бакстери. Собственно говоря, вот второе его название, слайдозавр, это дедохский вариант. Так его называли дедохи. А дедохи это борцы с монстрами. Это отдельная такая как бы нация, нельзя сказать, что это каста людей. В общем-то это существа, борющиеся с другими монстрами. А слово слайд в их терминологии означает деградант, то есть как бы дословно динозавр деградант, слайдозавр. Ну таким собственно говоря был Маюнгозавр. Где у нас собственно говоря появлялся Вастатозавр? В фильме Кинг-Конг 1933 года роль Вастатозавра Таама выполнял реально существовавший тираннозавр Рекс. В фильме 1976 года динозавров вообще не было. В фильме Кинг-Конг 2005, собственно говоря, и был нами любимый Вастатозавр Рекс. Также он появлялся в игре, сделанной по фильме Питер Джексон Кинг-Конг. The official game of the movie. Я играл в эту игру в свое время. Она даже тогда обладала, ну, неплохой графикой. Но, по-моему, года два назад я попробовал ее запустить. Она что-то такой отвратительной картинкой мне показывалась, что я ее бросил. Но хотя с другой стороны хотелось, да, ее даже пройти и выложить это видео на канале. Ну, графика уж сильно устарела. Так что вряд ли я в нее буду играть. Итак, ребяточки. В общем, это все, что я хотел вам рассказать в этом видео. Еще есть достаточной информации про Вастатозавра. В частности, про его поведение. Можем с вами порассуждать. Если вам эта тема нравится и вы хотите увидеть следующее видео, то давайте постараемся набрать, ну, как бы тысячоночки, две лайков. И тогда, я думаю, с большим рвением приступлю к созданию второго видео. Потому что делать видео такого рода довольно сложно. На подготовку и монтаж этого видео у меня ушло два дня. А на этом все. С вами был Александр. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok